Привет, легенды! Вы, как всегда, на канале Мобалгеймер, и в данном видеоролике мы поговорим о открытом бета-тестировании Apex Legends Mobile. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее, и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем! Уже долгое время не было какой-либо информации, связанной с мобильным Apex, но теперь я с уверенностью могу сказать, что уже совсем скоро, а именно 22 ноября этого года, нас ожидает открытое бета-тестирование игры, как для iOS, так и для Android. Конечно же, это инсайдерская информация, поэтому есть небольшая вероятность, что открытое бета-тестирование Apex Legends Mobile могут перенести. Но то, что тестирование будет доступно для пользователей яблочных устройств, это подтвержденная информация, и на 100% можно доверять. Но помимо бета-мобильного Apex, сейчас в Китае проходит закрытое бета-тестирование игры, которое началось еще 10 ноября и продлится до 14 числа. Туда, к сожалению, попало ограниченное количество участников, они подписали договор о неразглашении, а это значит, что до 15 ноября они не смогут публиковать игровой процесс закрытого бета-тестирования. Но поверьте, даже в таком случае у меня есть что для вас рассказать. В предстоящем открытом бета-тестировании мобильного Apex нас ждет улучшенная картинка, которая на ультра-настройках графики будет сравнима с ПК-шной версией Apex. Более того, нас ждут улучшенные модельки персонажей и оружия, а также улучшенную оптимизацию, которая даже на слабых устройствах даст возможность поиграть в мобильный Apex в 35-40 фпс на низких настройках графики, и если честно, это неплохо. Да, к сожалению, даже на старте глобального релиза мобильный Apex не будет удивлять вас своей оптимизацией, но поверьте, в некоторых мобильных шутерах ситуация еще хуже, так что разработчики очень даже хорошо постарались. Но помимо ранее перечисленных улучшений, в предстоящем открытом бета-тестировании Apex Legends Mobile нас ждет несколько новых карт. И я думаю, увидев этот экран загрузки игры из китайской приватной версии, вы поняли, что это новая карта под названием Kings Canyon из ПК-шной версии Apex. Также, помимо этого, нас ждет обновленный интерфейс, а также, скорее всего, несколько игровых режимов, а именно вооруженные и опасные, всегда закрываться, а также захват воздушного десанта. Если что, на экране вы можете видеть сейчас геймплей одного из режимов игры, который появится в предстоящем открытом бета-тестировании, а именно вооруженный и опасен. Но, как по мне, самое главное то, что к моменту глобального релиза мобильного Apex нас ждет целых 12 легенд, а именно 8 оригинальных, плюс Octane, Watson, Crypto и Revenant. Так что, если честно, я с нетерпением жду открытого бета-тестирования мобильного Apex, так как там появится еще больше игрового контента, а также добавит поддержку iOS-устройств. Но если у бета Apex уже с мобайл не начнется 22 ноября, то не стоит паниковать. Игра ни в коем случае никуда не денется, и тестирование начнется тогда в декабре этого года. Но уже в начале следующего года, а именно в январе 22, нас ждет софт-запуск мобильного Apex, после чего в начале февраля или марте 2022 года нас ожидает глобальный релиз игры, так что будем ждать и надеяться, что это по возможности случится быстрее. Но если появится какая-то официальная информация от самих разработчиков, то я обязательно сделаю видеоролик на данную тему. Ну а мне как всегда сегодня будет очень интересно узнать в комментариях, что вы ждете от мобильного Apex больше всего и почему. А на этом, к сожалению, данный видеоролик подошел к концу. Сегодня с вами как всегда был ваш любимый мобайлгеймер. Не болейте и играйте только хорошие игры. Пока-пока и в следующих видеороликах не только по Apex Legends Mobile, но и по другим мобильным королевским битвам. Да, скоро!